Ломы, лопаты теперь главные помощники коммунальщиков. Бригады Доримстрой начали прочищать ливневки. После зимы дождевые колодцы полностью забиты снегом и льдом. Чтобы их очистить, приходится подключать тяжелую артиллерию и лососы, и каналопромывочные машины. Дождевые колодцы размораживают горячим паром, а затем осушают. Делается это для того, чтобы растаявшему льду было куда утекать с проезжей части. Работа трудоемкая, видите сами сколько льда. Много работы, вообще тысячи решеток по городу. Мы работаем практически регулярно, без отдыха. Сейчас, на данный момент, погода пока позволяет скрывать нам эти решетки. А когда будет таять, уже воды будет много, нам самим будет это очень сложно делать вообще. А на данный момент это все позволяет. Погода, слава богу, еще позволяет нам. Евгений Артурович признается, работает на предприятии уже 30 лет и на автомате помнит расположение всех ливневок в городе. Прочищают коммунальщики до 30 решеток в день. Освобождают от льда и затворы на гидротехнических сооружениях. По информации управления МЧС по Ульяновской области, все сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Плотина в Ишеевке предназначена для пропуска 185 кубометров паводковых вод. Сооружение осмотрел глава региона Алексей Русских. Вот, сейчас уже выставлен пост круглосуточный дежурство трехсменное на ГТС и будет регулироваться уровень воды. Но сейчас уровень не критичный, уже сегодня тоже председатель правительства докладывал. Если будет таяние небыстрое, то есть постепенно, днем плюс, ночью минус, то тогда пройдем спокойно. И мы с ними будем регулировать вместе сброс воды. Потому что если, грубо говоря, Т-плюс сбросит, а мы нет, то тогда затопят всю мостовую в городе Ульяновске. При неблагоприятном развитии паводка в Ульяновском районе существует угроза подтопления 98 домов. Может пострадать до 200 человек. Как сообщает региональная Минприрода, на данный момент уровень воды Куйбышевского водохранилища находится на стандартных отметках. На акватории водоема наблюдается ледостав. Толщина льда достигает 50 сантиметров, что на 9 сантиметров меньше средних многолетних значений.